Добрый день! На часах 13.07 у микрофона Владимир Сметанин и вместе со мной в нашей студии Юрий Шелевензон, главный редактор и генеральный директор телеканала РЕН Киров и, внимание, депутат Кировской городской думы. Юрий Львович, добрый день! Добрый день! Впервые сегодня вы в этом статусе народного избранника, депутата городского парламента. Впервые, ну, стоит вспомнить, что у вас есть опыт законодательной деятельности в областном парламенте в ОЗС с 6 по 11 годы, членство в общественной палате. Трех созывов. Трех созывов, да. Ну и вот теперь Кировская городская дума. Дело новое, неизведанное, да? Ну, относительно, да. Давай сейчас сразу вас спрошу, да, сразу. Нет, давайте я сначала скажу свою фразу. А, хорошо. О том, что все сказанное мной в эфире является моим оценочным мнением, потому что сейчас Роскомнадзор и другие организации очень много уделяют внимания работе СМИ. Вы на своем опыте, да? Да. Я так понимаю, знаете. Большом и долгом. Поэтому приходится произносить и эту фразу. Наши слушатели могут задавать вам вопросы с помощью специальной формы на сайтах кирова.ру. Есть парочка вопросов. Давайте сразу с них начну. Собственно, с этого я и хотел, как-то вот в этом направлении мыслил, пройтись по вашей работе, новой Кировской гордуме, о планах поговорить. Зачем вам это, Юрий Львович, интересуется? Тетя Фрося, подписавшаяся тебя к Тетя Фрося? Я такой вопрос уже давно слышал, неоднократно. Я считаю, что еще имею возможности физические и умственные для того, чтобы сделать хорошие и нужные вещи для жителей города Кирова. Поэтому я, пройдя праймерис, принял для себя решение потрудиться общественником Кировской гордумы. Я собрал только листов наказов больше, чем 3,5 тысячи. Это с данных. Было роздано порядка 8 тысяч. Один лист, один наказ? Нет, в каждом листе от одного до четырех наказов. То есть умножаем в среднем на два, на три. То есть под 10 тысяч где-то. Поэтому я их сгруппировал, провели большую работу, мне помогала моя команда. Мы их сгруппировали по проблематике, по расположению проблем. Они тоже очень отличаются. География, да? Да, потому что у меня, правда, мой округ, он такой очень большой. Наверное, самый большой по протяженности в городе Кирове. Напомните. Это от Сидоровки до Гнусина, вся заречная часть, где проживают совершенно разные слои населения. И проблемы по точкам размещения тоже очень разнятся. Но большинство проблем, это, конечно, касающихся вопросов ЖКХ. А что конкретно в ЖКХ? Ну, это и обслуживание, которое вызывает очень много... Недостаточное, на взгляд, жителей. Недостаточное, реально. Реально отсутствующее. Отсутствующее. Многие вещи. То есть, то, что собираемость, даже самая плохая собираемость, там, в район Велесников и КМДК, больше 60%, 65%. При этом, вообще, практически ничего не делается. Это освещенность улиц. Вот, что для меня, вообще, было очень... Неожиданность. Неожиданность. Не я понимал, что этому району заречной части последнее время только стали какое-то внимание уделять. А до этого этот район был в очень огромном, в большом загоне, будем говорить, у властей города Кирова. У меня есть необходимость, чтобы освещение появилось на 9 улиц, потому что там проживает достаточно молодое еще и население, есть школьники, а проблема школ и сменности, мы сами знаем, на каком уровне в городе Кирове находятся. Большое количество ребят учатся тогда, когда уже темно будет. Я уже не говорю о том, что нет ремонтированных тротуаров и их полное отсутствие при неосвещенности, понятно, как влияет на безопасность. Есть еще проблема и так безопасности. Из 8 ставок участковых на таком огромном... Уполномоченных полиции? Участковых полномоченных полиции. Всего заняты 2 должности, 6 свободных. Поэтому найти своего участкового или обратиться к ним это уже огромная проблема. Но тем более ему выполнить боезамечания жителей еще сложнее. Их всего 2 человека. Так, депутат Шельминзон будет заниматься освещением. Найти нужно 6 человек, согласно стать участковым. Нет, это не моя проблема. Я просто буду ставить об этом вопрос. Ну, вопросов очень много. Вопросов очень много. Это касается пешеходных переходов. Их тоже недостаточно. В связи с тем, что отремонтировали улицы, стал вопрос о дорожных знаках и лежачих полицейских в районах школ, детских садов, детских площадок. Очень плохая инфраструктура спортивных сооружений в моем округе. Если там есть хотя бы всего лишь 2 хоккейные площадки, которые требуют срочного ремонта и поддержки. С советских времен еще, наверное, они там остались? Ну, они не из советских. Одна из советских времен, другая чуть попозже. Но состояние их желает много. Во-первых, большая проблема еще общественного транспорта. Здесь тем, что сейчас приходится ездить в школы в другие районы, в детские садики. Я уже не говорю о том, что желательно, чтобы дети посещали различные секции, кружки, музыкальные школы. А недостаток в работе общественного транспорта этому очень сильно препятствует. Потому что после 18 часов, 19, практически уехать в район Коминтерна, ДСК или МДК, или оттуда на какие-либо мероприятия. Это огромнейшее проблем. Есть проблема у инвалидов. В связи с тем, что транспорт, который обеспечен даже площадками, он не работает. Такая проблема существует. Проблем достаточно много. Вы, ну, тысячи, тысячи высказали, да. Собственно, наказов этих листов. Очень много. Я не говорю уже о тарифах, которые существуют на оплату коммунальных услуг. Они в районе, там, Вересняково, КМДК значительно превышают тарифы в центральной части города. Ну, в связи с тем, что там ТБО еще надо вывозить. И даже дома, которые отказываются, полностью такие услуги. Тоже платят большие средства из той неогромной, понятно, заработной платы, которую они получают. То есть, процент относительно зарплаты достаточно высокий. Ну, я понимаю, что можно еще долго говорить, перечислять. Да, если не перечислить. Просто, Юрий Григорьевич, что с этой глыбой, что с этим айсбергом проблем делать? Вы как-то поэтапно будете, потихонечку план будете намечать? За все разом возьметесь? За все разом. Отдельные проблемы. В первую очередь, я буду оказывать помощь тем домам, районам, которые будут проявлять инициативу, чтобы в рамках городских программ, федеральных программ, областных комфортных жилей, безопасных дорожных движений. Формирование комфортной городской среды. Среды. Безопасной общественной дат. Конечно, я буду, в первую очередь, помогать активным гражданам. Они такие там есть. Я провел достаточно большое количество встреч. Единственный из депутатов в своем округе, который проводил встречи прямо на улице, их перевалило далеко за сотню это количество встреч у меня. Поэтому я вживую, как говорится, видел дворы, видел квартиры. Много чего удалось посмотреть. И понимаем. И много чего из этого не радует. Да. Тисто визуально. Видно, что эта часть города в загоне. Что городские власти не уделяли этой части города должного внимания. Даже вот если возьмем выборы. Доступность к избирательным участкам у граждан была минимальная. Вот если мы вернемся к той цифре, посещаемость. Объясняю. Как вы считаете, если человеку надо до избирательного участка добираться от трех до пяти километров в выходной день, он за собственные средства пожелает? Ну, для сельской местности это нормально. Да, но это же городская местность. Город, да. Хорошо в этом году впервые, как говорят жители, хотя бы сообщили, куда приходить. То есть они получили впервые, и очень были те, которые включили на участки, радостно мне показывали. Вот видите, приводчик бумажка наконец-то. Вы обещали, когда в почтовом ящике нашло, да, было открытка приглашение. Потому что мы, конечно, не знали, куда надо было. Ну, вот этот фактор удаленности участков, я думаю, сыграл, я не буду говорить за весь город, вот про 14 округ значительно снизил явку, вот такой фактор. Хотя там явка относительно других участков была не худшая. Ну, в сравнении. Напомню, что по городу у нас 23 процента, явка составила. Да, там больше 30 было. Да, но мы часто говорим о том, что основной фактор, почему люди не ходят на выборы, потому что пассивное население, конечно, что-то изменится. И мы совершенно выпустили из внимания такой фактор, как реально физически трудно добраться. В категории людей, которые возрастные, это были не одни пенсионеры, далеко которые, говорят, вот они голосующие, среднего возраста, которым еще чего-то хочется, людей было достаточно, из тех, которые были, было их немало. Наверное, будем сказать, что это были наиболее активные избиратели. Ну, можно еще один вопрос задать? Мы уйдем на перерыв, да, уйдем на перерыв по поводу депутатской деятельности. Вы будете стараться все-таки как-то отличаться от других народных избранников? Ну, не знаю, что. Более запомнится, что ли, людям? Ну, я думаю, что... Какая-то своя методика будет у вас работы. Ну, чтобы вот... Шлемензон уже один такой. Ну, да. С лозунгами закон Шлемензона выходили всего лишь один раз в городе Кирове. Идрить закон Шлемензона. Посчитали, что он нужный. Но все-таки будет у вас своя специфика. Да нет, я не думаю, что она должна быть особой спецификой. Просто я в тех комитетах, которые я себя записал, я знаю, чем заниматься. В первую очередь, я займусь регламентом. Считаю, это очень важным моментом. Комиссия по местному самоуправлению, регламенты депутатской этики в Кировской городе. Особенно статьей... Начну со статьи 19. У меня теперь настольная книга. Это устав города? Нет, это устав. По уставу мы еще дойдем. А вот по регламенту, особенно пункт, с чего я начну, это первое будет я внести в поправку, это пятый пункт информации о деятельности городской думы. У нас ни один житель города не знает, как депутат проголосовал по тому или иному вопросу. Вообще большие вопросы по сайту самой городской думы. Так, подождите, когда собираетесь выступать с этой инициативой? Ну вот после первого заседания уже начну. Может, до первого успеем внести это заседание. То есть в октябре у нас ожидается уже полноценное заседание. Ну, я думаю, что... Первое установочное прошло. Может, по этому вопросу... У меня там много вопросов есть, поправок. Мы, наверное, скорее всего, мы уже разговаривали с депутатами, с коллегами о том, что мы создадим рабочую группу, которая будет вносить поправки в регламент Кировской городской думы. Ну, смотри, регламент, когда там 40 статей всего состоит, когда регламент областной думы состоит там более 100 статей. Там достаточно хорошо все прописано. Я в свое время занимался этим вопросом. Понимание, как он должен выглядеть, у меня есть. Я думаю, что ему коллеги подключатся еще. Мы этим вопросом зайняемся. Давайте перерыв все-таки, да? Сделаем небольшую паузу и скоро продолжим. Продолжается особое мнение Юрия Шлемензона, депутата Кировской гордумы, главного редактора и генерального директора телеканала РН Киров. Вот только что Юрий Львович обозначил уже свою первую законодательную инициативу, которую он в ближайшее время должен собирать, вернее, внести на рассмотрение городского парламента. Это изменение в статью, в которой стоит целью, чтобы люди знали... ...освещение деятельности. Да, люди знали, как, кто из депутатов голосовал за то или иное предложение. Ну, это один из пунктов, там много есть вопросов по освещению деятельности, потому что не знают о том, какие законопроекты будут внеститься, внеститься. Нет обсуждения публичного этих законопроектов. На сайте, у меня такое впечатление, что бывшая администрация города, у кого что-то думают, с этими сайтами со мной не пользовалась. Потому что сейчас, если речь идет о том, что сайты эти должны быть доработаны и переделаны, то компания, которые получили этот заказ, уже 5 месяцев его выполняют, вот результаты его не видно, и связаться с ним никак невозможно. Ну, известно, что сайты городской администрации, городской думы, они на одной платформе, да, очень похожи между собой. Ну, очень важный вопрос, который надо рассмотреть в ближайшее время, я уже обсуждал его со всеми руководителями фракции, это распределение депутатских денег, которые в бюджете забиты. На депутатские наказы? На исполнение наказов? Да, на исполнение депутатских наказов. В этом году, по-моему, 700 тысяч было на депутатах. Ну, было, да. И в чем вопрос? О том, что вот есть депутаты одномодательных, это все понятно, да? Так вот, остальную часть, которые прошли по партийным спискам, распределить равномерно, чтобы каждый избирательный округ получил одну и ту же сумму денег, потому что, может, она могла возникнуть такая ситуация, что на одном округе три депутата несут свои средства для выполнения наказов. То есть в три раза больше получится сумма? Совершенно верно, да. Поэтому я считаю, что это неправильно. Все граждане у нас равны в городе и должны получать соответственно из этой части бюджета средства для выполнения наказов равноверно. Просто я, Юрий Львович, слышал о том, что неизвестно, будут ли деньги-то вообще. Да, если будут, да. Хотя уже прорабатывается, вот у нас было заседание рабочей группы в предадминистрации Перумайского района, мы уже наметки сделали, у нас пришли три депутата. мандатника, права администрации, территориального управления цены, еще сотрудники, мы уже рассматривали вопрос. Я там словосочетание устава города упомянул. Вы что-то там сказали, что дойдете и до него. Тоже есть планы, можно озвучить, что в уставе города? Нет, пока я по уставу... Нет, ну там есть поправки, есть декламенты, которые должны отражаться и в уставе. Немного разных вопросов, которые пересекаются. По уставу нет пока у меня. Так, вот в списке... Может придет время, мы ее будем выбирать. Для этого она будет... Всем городу, всеми жителям города. Это же по травке устав города. Да, безусловно. Сейчас в списке тех проблем, которые вам... На исполнении, на решении, которых настояли ваши избиратели, мы не упомянули обманутых дольщиков, а у нас есть вопрос на сайте. Кирова.ру, напомню. Юрий Львович... Да, у меня на... Подождите, дайте озвучить. Юрий Львович, просим оказать поддержку в решении вопроса по строительству нашего микрорайона дольщики Новые Сергеевы. Как известно, они вскоре будут очередной пикет проводить. Да, я посещал уже в статусе депутата... Ну, я встречался с ними в качестве кандидата в депутаты. Это ваше положение в территории? Да, это мой округ. Мой, ваш округ, да. 14-й округ. Я встречался с ними на митинге, который проходил на набережной Грина. Ситуацию представляю. Не знаю, смогу ли я на своем уровне решать какие-то определенные вопросы, но то, что я окажу моральную, информационную, другую поддержку, то это точно. Ну, в том числе и с помощью телеканала. Я вижу, что информационную поддержку. Руководимого маме, вами. И других коллег своих. Ну, вопрос тут, безусловно, непростой. Очень-очень-очень простой. Вопрос, хотя... Есть вопросы и к самим дольщикам. Ну, они так называемые дольщики. Там немножко другая ситуация, да. Вот дольщики Нового Сергеева, пожалуй, одни из таких самых активных. Активных пробивных, да. Они борются за свои права. Активных таких пробивных, вот они... Проблема серьезная. Если сейчас у нас есть зарегистрированных... Я могу немножко ошибиться. Ну, где-то порядка 230 человек дольщиков. То есть еще большая группа людей, у которых перенесли сроки сдачи объекта. И они пока считаются не в той категории, в которых не выполнены. Если эти сроки будут нарушены, то эта цифра по подсчетам подходит порядка 900 с лишним человеком. Это уже огромное. Я от кого-то слышал вообще цифру в 3000, возможно, в ближайшее время выскочить. До 1000 человек. До 1000. Ну, кстати, Юрий Львович, у дольщиков Нового Сергеева на ваш взгляд оправданы? Вот этот посыл к руководителю региона. Что вы должны нам помочь, как главное должностное лицо субъекта федерации. Мы не видим от вас поддержки, помощи, там что-то. Вот такое прямое, сильное обращение к губернатору. Это оправданно с их стороны? Ну, должностное лицо, конечно, отвечает за все, что делается в регионе. Ну, вот о том, что лично губернатор виноват в этих бедах. Не-не, они так вопрос не ставят. Они просто призывают обратить на них внимание. Ну, я думаю, что Игорь Владимирович знает об этой проблеме. И я думаю, что он дал поручения, задания, которые будут отслеживать и регулировать эту проблему. Я думаю, что он не забывает о ней. Достаточно большой, больной вопрос. Ну, хочется каких-то подвижек уже реальных в положительную сторону в ближайшее время. Прокуратура заделась этим вопросом. Ну, на ваш взгляд, ваш прогноз все-таки велик шанс того, что свет в конце туннеля, в солнечной по-новому Сергееву, появится. Надо всегда верить лучше. Хорошо. Две минуты до перерыва. Давайте еще все-таки по Кировской городу пройдемся, потом уже к другим темам. Хочется, чтобы вы прокомментировали те высказывания, которые новая глава города Елена Ковалева уже озвучила на разных информационных площадках, в том числе и в нашей студии. Ну, Елена Васильевна сказала, например, что она собирается добиваться того, чтобы городом работала как одна большая сплоченная команда. Без каких-то там партийных заморочек. Ну, это вполне может быть, да. Да, вполне, потому что руководители фракции партийных очень достаточно вменяемые люди. И найти компромисс в любом вопросе всегда возможно. Несмотря кто будет переговорщиком. Ну, это вполне реально. Ведь все же люди нацелены выполнять не партийные свои задачи, а работать для жителей города. У всех 36 депутатов свой список наказан. Ну да. Безусловно, существует. Конечно, существует. Все ли отпикнуться на них, это, конечно, вопрос. Будем надеяться, что ли. Еще одно из заявлений главы города. Она сказала о том, что нужно провести ревизию некую, анализ деятельности муниципальных унитарных предприятий. Ну, аудит. Как это так? Почему они не приносят доход в городскую указу на Ковалеву? Я это не понимаю. Согласны с тем, что надо перешерстить? Я думаю, что это в ближайшее время сделано. Ну, и если ты не проанализировал работу, то как работать дальше? Вы ведь по ЭТП очень серьезным, глубоко. Да? Насколько я помню. В теме? Да, в теме. Я в теме. Погружались. Знаю эту тему. Рухнет наш... Наверное. Рухнет наш... ...черкоследственный комитет. Рухнет, не рухнет наш... ...в ближайшее время. Нет пока. Так вот, категорично. Нельзя пока судить, да? И еще Ковалева упомянула, что неплохо бы создать некий орган совещательный с привлечениями специалистов, экспертов из разных сфер деятельности, для того, чтобы совместно обсуждать и вырабатывать пути решения городских самых прошлых проблем. Это всегда хорошо, когда есть экспертные советы. Хватит ли туда лиц, которые смогут этим заниматься в общественной работе. Но это очень хороший посыл, считаю правильным, до принятия решения какого-либо уровня, провести обсуждение, предварительную работу. Потому что в результате обсуждения могут появиться новые виды решения вопросов, да? Новый способ решения вопросов. Может появиться очень грамотный специалист, который подскажет, как правильно решить тот или другой вопрос. Глубоко над форматом работы этого органа еще не думали, где он, как он может вообще, насколько часто собираться. Я в совет, думаю, не вхожу, поэтому я могу ответить на этот вопрос. Вот, например, небезызвестный вам Николай Пихтин, он говорит, можно и не создавать, в общем-то, не собираться где-то в одном месте. Например, в социальных сетях это все можно, группу организовать, и вот там дистанционно писать свои предложения. Ну, почему нет? Современных технологий век все-таки. Надо использовать. Давайте сделаем небольшую паузу. Реклама у нас сейчас, это Юрий Шлеминзон, это его особое мнение, депутат Кировской Гордумы, главный редактор и генеральный директор телеканала РН Киров. Мы очень скоро вернемся. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской Гордумы, впервые именно в этом статусе. Сегодня в нашей студии главный редактор и генеральный директор телеканала РН Киров. Ну, надо вспомнить, что, будучи депутатом ОЗС и членом общественной палаты Кировской области, Юрий Львович неоднократно нам и другим журналистам помогал разбираться в хитросплетениях антиалкогольного, антитабачного законодательства. Антиалкогольного законодательства. Да, да. Вот хочется обсудить пару вещей, связанных с этим. Ну, во-первых, предложение детского мудсмена, уполномоченного по защите по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним. То есть он выступил с предложением, в ОЗС уже, собственно, подал необходимый пакет документов. Я считаю, что это очень хорошее и правильное решение. В общем, приравнять вейпы к обычной табачной продукции. Хотя я вот сам являюсь пыльщиком. Но вы не вейпер. Нет. Не вейпер. Да. Но я считаю, что электронные сигареты для несовершеннолетних, конечно, надо запретить. Потому что даже есть целое государство, на территории которых нельзя не ввозить, не использовать. Вот, это и он ввел законодатель на том, что в ВОЗ карается, потому что шрафы огромные. Обычные табачные продукции? Да, обычные, конечно, обычные. Вейпы и все эти виды электронных сигарет запрещены как запчасти, как комплектующих, в ВОЗу. Ну, тем более, использование на территории страны. Где-то несколько дней назад они еще вынесли решение о том, что на пляжах курить. Курение запрещено. В общем, вы рекомендуете ЗАГСобрания все-таки рассмотреть предложение детского обмотсмена? Хуже вот, что опять закончился мораторий на Боярышник на днях. Ну, это, наверное, говорит о том, что... Подожди, давайте поясним все-таки, о чем идет речь. В связи с трагедией в Иркутске. В массовом отравлении вот этих спиртосодержащих... В самом деле она была не только в Иркутске. Да, и на территории города Кирова. В конце прошлого года Роспотребнадзор ввел мораторий. Он там неоднократно продлялся. И вот накануне не продлился. Куфырики эти снова разрешено продавать, получается. Хотя вот приходилось по обращениям граждан, когда я проводил встречи, о том, что продажа нелегально шла. Мы с полурганами УВД даже успели провести несколько рейдов. Это на территории вашего округа или... Да, округа, да. Остро стоит тоже, правильно? Остро стоит, да. Это при том, что был мораторий. Но сейчас, когда мораторий будет снят, то понятно, что эта процедура опять активно начнется. Опять магазины 20-часового цикла будут... Будут и хостовары различного направления будут использовать эту возможность для продажи. Наверное, совершенно рентабельный бизнес, очень высокая рентабельность. Поэтому он и существует. Ну вот люди и цены на водку не подняли, не повысили. И дело в марту идет, поэтому, наверное, это часть населения решили не расстраивать. Ну а в будущем-то выборы-то пройдут. Ну это же можно решать только на федеральном уровне. На местном уровне эти вопросы не решаются. Вы помните, ведь еще бывший губернатор Белых предлагал регионам отдать полномочия по регулированию. Да, было такое... Разумное предложение, на ваш взгляд? Конечно. Чтобы регион сам разбирался. Ну вы поймите, что даже в тот период, когда это законодательно было невозможно прекратить, то благодаря тому, что общественность Думы поработала, Почта России, которая раньше в месяц продавала 60 тысяч, ну фуфурика, она прекратила эту продажу. По сей день вроде бы и не идет. А аптеки и другие магазины их продают. Почта России, по-моему, подписывала в свое время. Ну они, да, не приняли решение. Ну это касалось территории Кировской области, я не знаю, про другие области. Ну, по крайней мере, с того периода почта перестала продавать. Ну что, мы бесконечно будем с этим как-то возиться? Не зная, с какой стороны поступить. Скорее всего, да, пока Государственная Дума не принят решение, это будет так проходить. Ну давайте начнем с уровня Городской Думы, выходим с предложением на ОЗС, с ОЗС на Думу государственная. Таких предложений на Государственной Думе уже давно и много, а их не рассматривают. Но же есть законопроект, который... Вопрос политический. 50 лет лежат в Думе, их не рассматривают. Вопрос политический. Ну я не знаю, политический. Если сделать алкоголь политическим вопросом, можно и так. Но это, во-первых, особые виды алкоголя. Я думаю, что здесь сильнее работает экономическая логика. Экономическая. Серьезные деньги, в общем-то, крутятся. Хорошо, давайте... Потребность большая, сколько она в стране на этот вид напиток. Давайте еще о городской жизни поговорим и вспомним о вас, как еще и об общественном контролере работы. Да, мы продолжаем эту работу. Да, дорожные работы. Ну вот смотрите, 20 октября Киров-Русская, наконец-то, должна быть сдана эта дорога. И вот буквально накануне появились сообщения о том, что там уже новый асфальт. На нем появились неровности. Менькин говорит, что подрядчик устранится за свой счет. И там просто вырвать целый... Толщина слоя не выдерживается. В отдельных местах. То, что подрядчик должен укладывать... Четыре сантиметра, а получается... А он укладывает два или сколько? Один. Один даже. Так. Ну, проливка битвом там неправильно, неравномерно ведется. То есть вот, если кто-то помнит, когда-то был выезд в месте нашей группы с губернатором, я там сделал снимки, где пустые были места во втором слое. Меня еще набросили сотрудники, исполняющие организации. Вы что-то фотографируете. У меня выложили в Фейсбуке. Вот, если взять те фотографии, которые выкладывают сегодня, они аналоги. То есть были не прочищены форсунки, не заливался битвом. То есть это нарушение, технологические нарушения. Это отсутствие линейного контроля. Вот приводит к таким результатам. И ничего с этим нельзя сделать? Нет, почему? Если это все контролировать, как положено, все делается. То есть если бы дирекция дорожного хозяйства... Будет вести... Вот возьмет за горло подрядчика, и не даст им рыпаться никуда-нисюда. То это будет. Дело сделано. Вот как сейчас едешь в Казань через Катеринку, федеральную трассу, вызывает никаких нареканий. Там даже заплат нет на дороге. Все стоит. Можно заснуть местами, да? Да. Отключиться. Шутка, конечно. Катеринку, Арбажут, уже повезло. Хорошо. Ну, пока через город. Ну, Вы знаете прекрасно, да, что Ваши коллеги, контролеры дорожные, сейчас очень задумались серьезно на тему, как же давиться того, чтобы после задачи этой дороги и после ее приема, чтобы подрядчик никуда не соскочил, как говорится, да, и выполнял свои гарантии. Я думаю, что они банкротятся. Тема страховой компании там рассматривается. У Вас есть свое видение, да? Видение-то у меня есть, но это можно делать только на федеральном уровне. Ну, может, и в контрактах можно прописывать, но все дело в том, что если в строительстве даже тоже есть, есть такая технология, да, то сейчас старые банкротятся фирмы-страховщики, и бедные строители могут найти своего страховщика. То есть это все уже концы в воду? Да. Вот такая проблема есть. Вот строители об этом году говорили неоднократно об этом. Вот пострахуемся и считаем, как вообще там крутится. Ну, что-то же все равно нужно делать? Ну, что же туда нужно делать? Как-то же Мирев выходит из этой ситуации. И дороги есть, ездить по ненормальному. Да, и самое интересное, что есть дороги. ЧП на перекрестке улиц Мопро, улиц Горбуновый, сотый детский садик там, территорию затопило Горбунова, улицу Горбуновой отремонтировали. Горадминистрация сказала, что извините, бордюров нет, ливневки нет, поэтому и затопило. Радовались недолго отремонтированная улица. Проблема большая, потому что оговорена сумма ремонта квадратного метра дороги. 1261 рубля в этом году была утверждена. И для того, чтобы делать полный комплексный ремонт дороги, цифр не хватает, конечно. Поэтому были вычленены, как вы сами знаете, люки из многих контрактов. Сейчас их фрезеруют, ставят, потому что надо, чтобы они нашлись эти люки. За что еще? За городские деньги? Конечно, за городские. За городские деньги. Деньги городского, конечно. Это касается тротуаров, бордюров. Ну, вообще тротуары – это большая проблема. На следующий год собираются определенную сумму средств выделять на ремонт тротуаров. Что очень было. У меня на округе, где сделали впервые за многие годы ремонт на Красном Химике, на Красной Звезде, сразу вызывало возмущение, отсутствие качественных тротуаров. Как мы теперь будем ходить? Когда ходили по разбитой дороге, это не так влияло. Не, ну все правильно, надо жить нормально. Должны быть и тротуары, и должны быть дороги. Ну, вот сразу, как только появились дороги, появился еще острее стало просто тротуаров. Мы сами видим, что у нас тротуары мало ремонтированы в городе. Я не помню, когда последовательство ремонтировано. Ну, это понятно, потому что средства не выделялись. У нас площадь дорог и площадь тротуаров отличается, если я не ошибаюсь, на 14% всего лишь. Да? Да. Площадь. Площадь, да. Вы представляете, если хоть какие-то средства на ремонт дорог выделялись федералами, кажется, что надо в два раза. Ожидается, что в следующем году... Практически в два раза больше нужно, да? Да. Ожидается, что в следующем году будут средства на восстановление, будем говорить. У нас есть много мест, их просто нет, отсутствует. Ну и с ремонтом дворов, то у нас тоже выясняется, не все так гладко. По программе формирования в комфортной городской среде подрядчики серьезно затягивают. У меня, как бы, более-менее с этим вопросом получше, надо сказать, да, затягивают. Ну, во-первых, там же финансирование особым способом, что расчет будет в 2018 году. Да, да, да. Таким авансы должны сделать, а получить потом. Я думаю, что это тоже фактор, который влияет на выполнение. Ну, так или иначе, должны сделать для того, чтобы получить деньги в следующем году. Там уже серьезные планы. Больше сотни дворов, да, если не ошибаюсь, уже в следующем году запланированы. Ну, зато практически все улицы, которые писали граждане необходимости, находящиеся в ремонт, попадают в ремонт в следующий год. Ну, по той же самой программе «Безопасные дороги». Да, список уже анонсировано, да, и сумма тоже анонсирована. Какая-то вот очень странная новость еще, Юрий Иванович, появилась вчера-позавчера. Это касается зимней уборки нашего города. Ну, да. 30 октября должен определиться подрядчик по вывозу снега. 30 октября. А вы помните, у нас зима в середине октября может начаться. Неизвестно, что будет. Через два дня. Может, сугробы уже будут. Ну, это редко, когда уж. И 10 миллионов рублей. Всего лишь 10 миллионов рублей будет выделено. Минимальная сумма контракта имеем в виду. Что это происходит? Может быть, это деньги, запланированные на этот год? Ну, конечно, на этот год. Да. Конечно, на этот год. То есть в новом году будет другая сумма, уже бюджет следующего года. Конечно, да. Нет, самая большая проблема в том, что на существующих площадках для вывоза снега полное отсутствие контроля за объемами. Сколько туда завезнут? Да. Поэтому сказать, сколько в прошлом году реально завезли снега никто не сможет. Ну, тогдашний начальник управления благоустройства и транспорта Вячеслав Семоков говорил про 350 тысяч кубов снега. Ну, я думаю, что в реале это значит 180-170. Как говорят специалисты, не мои слова. Как говорят специалисты. Ну, вот такая ситуация. То есть контроля нет в этом вопросе. Поэтому все равно на эмпирических цифрах идет разговор. Ну, и вообще по схеме самой уборки города тоже есть вопросы от снега. Потому что существуют различные технологии. Там приводится, к примеру, снег на Финляндии. И в первых три часа, наоборот, в центральных площадях весь снег сгребается. На площади, на участке свободной в городской черте. А потом уже с этих площадей в течение 24 часов происходит вывозка снега. Поэтому город после окончания снегопада освобождается за несколько часов. Мы знаем, что у нас пошел снегопад, ждут вечера и ночью начинается работа. Как в известной шутке, на призыв автоинспекторов не выезжать в снежную пургу на улице, откликнулись только дороги. Ну, вот есть такая же проблема, мы ее все знаем, и к ней почему-то никто не приступает. О том, что автомобили высокой тоннажности у нас просто стоят на улице города круглосуточно, месяцами. Это не дает возможности проводить качественную уборку города. Это снижает пропускную способность улиц значительно. Решение вопроса не самое сложное. Организовать за чертой города большой паркинг и законодательно запретить стоянку автомобиля на улицах города. Масса от стольких-то тонн. Да, ну там от частей. Ведь вы бываете, когда в других таких же цивилизованных странах. А чтобы эвакуировать у нас в наших улиц, у нас такой техники. Ну, это так сделано, что ее нет. На самом деле, на самом деле, она существует. И весь вопрос. Итак, время-то незаметно наше истекло. Юрий Львович, Юрий Лемензон, депутат Кировской гордумы, главный редактор и генеральный директор телеканала Ренкиров. Его особое мнение, ваше особое мнение, что удачу в вашем депутатском труде. Я думаю, что когда будет работать Дума, будет больше интересных вопросов. Я смогу рассказать. Пока не работает Дума? Нет, она работа ведется, но еще не в той стадии, когда можно об этом. В общем, период активности наивысшей Думы впереди в нашей городской. Я думаю, что да. Ну, скоро же бюджет. Уже скажется вопрос, почему нам не предъявляют вариант бюджета? Вы депутаты уже ходите, спрашиваете, да? Да. Где проект бюджета? Со сколько, что ли, мы будем принимать бюджета? Ну, собираются общественные слушания 20-го числа. С бюджетом же надо поработать. Конечно. Перед тем, как идти на общественные слушания, на комитетах рассматривать. Удачи, всего доброго, спасибо. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. Спасибо.